Всем привет! У нас сегодня Ferrari F430 Spyder 2008 года. Приехал на ТО. Не мог пропустить такую машину, потому что мое личное мнение, но скорее всего не только мое, то что Ferrari именно должна быть вот в таком цвете, в красном. Давайте посмотрим на нее. Здесь пробег 20 с небольшим тысяч. Один владелец. Единственное, что лично мне не нравится, это колесные диски. Здесь они не оригинальные. Просто история такая, что в свое время человека попросили, владельца, производитель вот этих дисков, попросил машину на выставку. Ну и как бы подарили просто комплект этих колес. Вот они так и остались. Потому что это не ее, конечно. Ну так. Кому-то нравится, кому-то не нравится. На мой взгляд, стоковые, конечно, лучше. Тормоза здесь у нас металл, не карбон-керамика. Ну вот спайдер в красном цвете. Мне кажется, это вот так должна выглядеть Ferrari. Так, посмотрим сзади. Диффузор, который обычно всегда снизу. Люди при выезде цепляют. Хотя, по финансовым соображениям этого делать, конечно, не стоит. Потому что каждая вот такая вот штучка будет стоить по 200-300 евро. Мы сейчас меняли людям на 458-й спайдер. Там что-то полторы тысячи евро вся история вышла. Опять же, если диффузор будет задний карбоновый, то умножайте все на два. Реально, вот любого человека спросите. Когда говоришь слово Ferrari, я думаю, что у каждого человека перед глазами красный автомобиль. Думаю, как раз вот это так должна выглядеть Ferrari. Пару раз видел машины с тонированным зачем-то стеклом. Опять же, здесь все сделано для того, чтобы можно было видеть этот двигатель. Люди зачем-то его затонировали. Стекло. Произведение искусства. Часто вот эти крышки облезают. Но в данной ситуации все в порядке. Снятие и покраска крышек дело достаточно муторное, хлопотное и недешевое. Здесь у нас все красиво. Все стоковое, как вы видите. Давайте еще откроем сразу багажник. В очередной раз убедимся, что там нет места. Вот и багажник. Вот, чтобы понятному ладончику на кого. Что там нет места. Ну, сумка с инструментами, чехол. Все стандартно. Здесь умывайка. Фары здесь как бы и стоит. Такой ходовой огонь. Салонный фильтр уже помененный. Здесь у нас заправка кондиционера и термозная жидкость. На всех Феррари капот изнутри всегда черный. Классический цвет Росо-Корсо. Давайте посмотрим салон. Бензонасос включился. Бежевый салон с красным кузовом. Очень классно дает внешний вид. Спайдер очень классная форма. Козыречки солнцезащитные. Замши. Снизу кожа. Ну, места, конечно, не глобально много. Вот здесь вот табличка при покупке нового автомобиля можно свою фамилию разместить. классика огнетушитель. Это у нас скринный номер. Заводской карбон. Тоже достаточно такая вещь банальная на этих машинах. Но салон классный. Вот именно сочетание с красным. Вот это, конечно, уже все в классическом виде. Магнитового Alpine неоригинальная. Комбинация приборов тоже классическая ферраревская. Вот здесь маленький пробег. Хорошее хранение. Здесь ничего не липнет. Кнопочки все в идеале. Кстати, двери изнутри видите, тоже черная. Черная матовая. Всегда так. Я думаю, что сейчас мы попробуем завести эту машину, послушать звук. Это должно быть интересно. Прежде чем мы запустим еще такой вопрос обсудим по поводу стоимости содержания этой вещи. Сразу вам скажу, что здесь все дорого. Это настоящая классическая феррари. Здесь все дорого. И если вы не являетесь фанатом данной марки, не являетесь каким-то активным драйвером, то я думаю, что если для начала первой феррари, то покупайте феррари Калифорния. Это будет реально комфортней, реально дешевле в обслуживании и надежней, потому что 430 это классическая такая уже олдскульная феррари. В нее надо всегда вкладывать деньги. То есть стоимость владения машиной не дешевая. Поэтому я думаю, что для начала если например рассматриваете ценообразование 430 как бы в начале цен, то лучше наверное купить Калифорнию, потому что 430 это все-таки уже такая вещь для более продвинутых. надо для себя понимать что такое феррари. То есть первые машины я думаю 430 как первую машину точно не стоит покупать. Просто вы расстроитесь и не поймете скорее всего что это такое. Например после Калифорнии вы почувствуете разницу и тогда я думаю машина вам точно зайдет. Сейчас попробуем запустить тупо. основные моменты посмотрели даже послушали как работает звук у нее потрясающий конечно это не передает в полной мере как бы наше устройство но тем не менее какие-то общие моменты вы услышали увидели. Вот снизу мы делаем ТО в данный момент сливается масло в двигателе вот показываю снизу некоторые узлы это у нас компрессор кондиционера вещь кстати дорогостоящая будет стоить порядка полутора тысяч евро вот видите окошечко есть такой лючок можно износ сцепления посмотреть вот видите но это опять же износ сцепления на глаз ну это так не очень вот масляный фильтр порфлюкс но это оригинал естественно просто порфлюкс для них производит снизу все очень плотненько закрыто машина скоростная ничего не должно выступать либо болтаться все такое кондовое железное еще в тех лет но ведь стойки стабилизатора такие тоже крупненькие рычаги здесь как на всех феррари это собственно вклеенная шаровая но эти машины достаточно низкая но хотя с другой стороны за 12 лет не так уже и много повреждений ну бампер низковат хотя вот конкретно это на нестандартных колесах она чуть повыше чем стандартные но вот видите как бы вот эти рычаги сейчас вам покажу поближе шаровые но только стабилизатор они кстати от Maserati подходят вот так выглядит рычаг и вот уже можем видеть видите пыльник лопнул на шаровые то есть надо по-хорошему все дело менять дабы потом не пристроиться на шаровые вот ну что еще снизу в принципе конструкция как бы достаточно проста мотор сзади коробка сзади как уже говорил повторюсь все такое хорошее железное мощное ну вот ремешок меняем он оригинальный но дайка для них производит свечи ставим от Maserati но это один и тот же номер просто от Maserati как бы решили сэкономить чуть клиенту денег с логотипом Maserati немножко подешевле чем с логотипом Ferrari да это надо при обслуживании машины тоже иметь ввиду вот фильтр поменяли уже салоны видите там что творится с ним вообще как бы беда салоны фильтра я считаю ну это всегда надо менять там при каждом того обязательно при наших условиях эксплуатации вот воздушный тоже поменяли грязненький не покупайте ни в коем случае китайцев да вот я уже про Bentley рассказывал там вот весь этот герметик вот эти полосы они просто плавятся то есть не стоит но фильтра недорогие где там по 7000 рублей воздушке и салон тоже масляный 4000 вот поменяли ролик поменяли натяжитель но это ставим все мазератевская дабы сэкономить клиенту денег но это те же номера тот же мотор как бы все то же самое поэтому здесь просто немного решили человеку сэкономить денег сейчас посмотрим интересно человек жалуется что машина как странно работает решили продиагностировать свечи сейчас покажу вком состоянии были свечи я думаю просто будете немного шокированы я такого сам давно не видел хотя машина идеальная как бы в одних руках человек всегда за ней следит посмотрите что у нас было со свечами но это как будто я не знаю на каком-то москвиче там старым-старым и то наверное так у него видите просто одна заржавела напрочь так что такие вещи бывают находим под капотом и не только такие давайте еще пробежимся тут пару моментов есть по самой машине по технике особо не будем углубляться интересный момент то что несмотря на возраст модели у них уже в те годы с безопасностью было все в порядке но эти дуги безопасности на кабриолете это обязательно при ДТП они как бы будут отстреливать дабы человек не повредил себе голову и просто не сломал шею вот в принципе как бы про эту модель много чего рассказано мы еще будем как бы у нас еще будет один видеосюжет там более будет больше будет техники да вот ну как бы вот еще есть такой момент ручки у них дверные они маленькие у них проблемы с тросиками конечно при какого-либо там ДТП не дай бог если что-то загорится на каких-то резких движениях эмоциях это можно вывести из строя просто ну как бы не выбраться из машин это и случаи тоже были но я надеюсь ни с кем этого никогда не произойдет но тем не менее это факт это было как бы доказанный факт да то есть на что стоит обращать внимание конечно больше инженерам но задние фонари у 430 вот у них есть такая тема они болтаются да в данном случае все хорошо но у нас будет еще видео по такой же машине только другого цвета там будут мы их будем ремонтировать они там болтаются новые стоят естественно денег там порядка 500 евро за штучку хотя по виду там как на газике на старом но в принципе почти все наверное посмотрели машина на мой взгляд классная вот в этом в этом сочетании цветов да то есть ну как бы близко к эталону но опять же мое мнение вот сабвуфер видимо тоже штатный как бы что еще так у нас там в принципе сейчас будет а вот нюанс такой видите в бампере черный воздухозаборник да он черный блестящий лаковый да хотя по идее должен быть серый матовый но немного странно не знаю либо это какой-то заказной момент либо уже сам владелец это сделала потом у нас сзади тоже странная ситуация потому что там тоже должно быть серое матовое у нас почему-то черное но по виду как оригинал да как бы либо просто хорошо сделано либо такого владелец как бы уже сам довел думаю так ну в принципе наверное уже и все ну я вам желаю хороших покупок 430 тоже естественно смотрите ну как я и говорил что как первую машину не стоит но если вы как бы вкатитесь то обязательно попробовать вещь стоящая всем пока и удачи